МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нельзя не отметить и новейшие технологии, которые внедрили на этот раз выборный процесс. Стоит также подчеркнуть, за ходом голосования на президентских выборах в Крыму будут наблюдать международные представители. Их аккредитовалось более 40 человек из 20 стран. Сегодня у крымчан двойной праздник – день выборов и день воссоединения Крыма с Россией. Посетив участок и отдав свой голос за кандидатов, президенты и все желающие могут отправиться в город, где для них организовано много интересных мероприятий. Прибыл на избирательный участок в числе первых. Глава республики Сергей Аксенов предположил, что явка в республике будет высокой, и призвал крымчан исполнить свой гражданский долг. За 10 минут до начала голосования глава прибыл на избирательный участок исполнить свой гражданский долг. Сегодня Крым впервые участвует в судьбе своей страны, выбирает лидера. Глава поздравляет жителей республики и призывает голосовать за сильную Россию. Я уверен, что для каждого крымчанина это такое же знаковое событие, как было и в 2014 году. И сегодня каждому необходимо помнить, что нужен каждый голос. Это ответственность, это гражданский долг каждого человека. Это благодарность нашей стране, России, за мирное небо над головой. Поэтому ждем всех сегодня на избирательных участках. А страна, еще раз говорю, будет развиваться, никаких сомнений нет. Россия все препятствия преодолеет. Глава республики полагает, что явка будет высокой. Надеется, что и крымская молодежь присоединится к выборам. Сегодня полуостров отмечает еще один праздник. День воссоединения с Россией. Знаковую дату в судьбе Крыма. С чем глава поздравляет всех жителей полуострова. Анастасия Донская, Служба новостей и ТВ. В этот день жители и гости полуострова имеют возможность посетить один из избирательных участков и оставить свой голос, как открылись первые участки в Симферополе. Об этом в следующем видеоматериале. Избирательный участок номер 379 в центральном районе Симферополя. Он расположился в музычилище имени Чайковского. Уже с самого утра здесь людно. Открытие состоялось у нас по плану 8.00. Мы уже радушно открыли двери для наших избирателей. Все проходит тихо, спокойно, мирно. Выходной день и раннее время суток не пугают избирателей. Жители спешат на участке, чтобы сделать свой выбор. Для того, чтобы проголосовать за одного из восьми представленных кандидатов, необходимо иметь паспорт и числиться в списке. Многие из пришедших отмечают участие в выборах и гражданский долг. Может быть это высокое слово, но и тем не менее, это долг каждого гражданина Российской Федерации, России, Великой России. Поэтому я как гражданин России обязан исполнить этот долг и прибыть на выборы. Раньше отголосую, да и все, и спокойно буду жить. Я за спокойную жизнь, за мир. У меня сейчас одно беспокойство, чтобы никто не начал проводить свою реформу, свои какие-то нововведения. Пенсии увеличили, потому что это небольшие пенсии. Помимо прочего, участки оснащены так называемыми КАИБами – комплекс обработки избирательных бюллетеней. Это электронные устройства для подсчета голосов избирателей. Бюллетень, он опускается лицевой стороной вниз. На бюллетене присутствует марка, обязательно печать, подписи. Это все считывает КАИБ. Дальше происходит после закрытия подсчет голосов. Также вечером уже после закрытия мы опускаем дополнительно бюллетени, в которые голосовались на дому. И в дальнейшем он самостоятельно производит подсчет. Почетным гостем избирательного участка стал председатель городского совета Симферополя. Виктор Агиев пришел проголосовать вместе с сыном. Происходит полная интеграция Крыма, Симферополя в состав Российской Федерации. Я уверен, что сегодня крымчане проголосуют за будущее, за развитие, и самое главное, конечно, за мирное небо. Я уверен, что будут такими же темпами развиваться наш регион, наш город Симферополь, Крым, для того, чтобы оперативно стать в одну линейку с субъектами Российской Федерации. Сегодня у нас отставание более 25 лет по развитию, но работа ведется. Избирательные участки закроются в 20.00. До этого времени можно прийти и оставить свой голос, делав соответствующую отметку в бюллетене. Анна Волина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Наблюдатели и сами избиратели отмечают достаточно высокую явку. Отметили активность крымчан и в избиркоме. Первую из четырех встреч с прессой провел ее руководитель Михаил Малышев. Подробности с утреннего заседания у Тараса Брезицкого. Восемь часов двери участков открылись. В 20 голосование завершается. Всего их 1206. Более четырех десятков в местах временного пребывания людей. К примеру, в больницах или СИЗО. Мы уточняли открытие и в том числе двух интересующих сейчас всех участков. Имеется в виду на Крымском мосту и соответственно в аэропорту. Эти участки тоже открылись своевременно. Идет плановая работа и по голосованию и на этих участках. 190 участков образовано в Севастополе. Везде работают наблюдатели, в том числе и из-за рубежа. Есть и украинские. В местном избиркоме не реагируют на провокации со стороны соседа. Уже по традиции на Украине стали распространять информацию о якобы низкой явке. А позже, не сомневается Михаил Малышев, попробуют оспорить честность итогов. Есть такая любимая работа у Джимилева. Он откуда-то получает очень такие секретные данные. Я думаю, что из ближайшей Хинкальной, где-то в районе Хрещатика. Но вот он получает и как истину доносит и пытается донести, что ему точно известно, что на референдуме приняло участие 34%, если мне не изменяет память. Откуда он берет эти цифры, как он их придумывает. За ходом выборов избиратели могут следить в режиме онлайн. На 27 территориальных и 494 участковых избиркомах ведется видеонаблюдение. А это участок на улице Пушкина в самом центре Симферополя. Оживление царит здесь с утра, с открытием дверей. Естественно, потому что я крымчанка, и нужно проголосовать. И в первую очередь можно было даже раньше прийти. Меня даже внуки попросили об этом. А вот пройти, я сказала, их голос будет обязательно решающим. Но вообще я патриот. На участках повсеместно работают волонтеры. Молодые ребята скрашивают процесс, подчеркивая, что сегодня в Крыму не только выборы, но и праздник – годовщина официального присоединения полуострова к России. И задача молодых людей простая. Привлечение внимания людей, раздача ленточек, поздравления с праздником. И приносить людям улыбку. Голосовать я буду после волонтерства. Закончу свою работу и пойду, конечно, проголосую. Это мой долг. Раньше других регионов участки открылись на Дальнем Востоке России. По данным ЦИК, к полудню по местному времени свой выбор там сделали 28% избирателей. Голосование в стране в общей сложности длится 22 часа. Тарас Березицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В числе первых пришли проголосовать за будущее своей страны строители Крымского моста. Жители разных городов России, принимающие участие в стройке века, отдают свои голоса на избирательных участках вахтовых городках на двух берегах Керченского пролива. Об обстановке на президентских выборах – далее в нашем материале. На огромной стройке трудятся жители разных регионов необъятной – от Дальнего Востока до Юга России. Здесь работают строители из Краснодарского края, Воронежской, Кемеровской, Мурманской, Тамбовской и других областей, а также из Крыма и Севастополя. Граждане большой страны сегодня выбирают президента. Мостостроители голосуют за будущее России. Наш мост-отряд пришел голосовать практически в полном составе. Все приехали на работу из разных городов, и все практически пришли голосовать в пользу своей страны, чтобы у всех есть семья, дети, и все хотят, чтобы жили в процветающей стране. Для моста-отрядов организованы выборы по обе стороны Керченского пролива – в вахтовых городках Тамань и Керчь. Избирательные участки расположены недалеко от главной стройплощадки страны. Строители голосуют и сразу заступают на трудовые смены. Настроение, чувствуется какой-то праздник все равно, потому что люди веселые, интересные. Ну, то же самое, конечно, настроение рабочее, потому что предстоит еще очень многое сделать. Более пяти тысяч строителей из разных городов страны заранее подали заявление о том, чтобы голосовать по месту нахождения. На Таманской стороне выборы начались на два часа раньше, в шесть часов утра, за час до смены. Для удобства инженеров и рабочих. Анастасия Донская, служба новостей и ТВ. Это первые новости, которые к выпуску успели подготовить мои коллеги. Встречаемся ровно в 13.00 по московскому времени в этой студии. Продолжим говорить о том, как проходят голосования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова